Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Друзья, мы приехали в отдел полиции Слободской Сейчас будем подавать много-много разных заявлений На имя начальника отдела полиции Кузьминых На имя инспектора ДПС Рукавишникова Все это нужно для того, чтобы подготовиться к защите То есть там об ознакомлении, процессуальное ходатайство Здесь, как всегда, закрыто Так, давай Слушаю вас Здравствуйте, Долгих Антон Витальевич Желаю подать несколько письменных заявлений Хорошо, с вами еще кто-то? Со мной? Хорошо, проходите, давай Странный вопрос Ну, к счастью, вопрос снялся Друзья, был вопрос с вами, кто еще там? Ну, это, конечно, интересно Но вы, видимо, быстро сообразили Ну, что, почему? У нас двери-то закрыты, кстати Так, двери закрыты Мне не нужно ничего А, подать все Конечно, у меня же подать по-быстрому Как вас зовут? Алтыш Андрей Владимирович, дежурная часть, майор полиции Андрей Владимирович, майор полиции Так, смотрите, в чем дело У вас тут есть такой Антон Рукавишников Я думаю, все вы уже понимаете, о чем речь Ну, конечно, да, ну, у вас ГИБДД, это же отдел Значит, вернее, тут отдела-то отдельного как раз нет Он относится же к этому межмуниципальному отделу И Рукавишников Мы все с вами знаем его много лет Я его знаю лет 20 Вы, наверное, тоже Там у него папа, дядя Он, на мой взгляд, по моему мнению Он беспредельщик Я автоюрист профессиональный Я с ним сталкивался Я много раз его видел В Кирове он вообще другой человек Когда я его допрашивал в Кирове Ну, другой человек То, что он натворил вот тут Я думаю, вы все уже внутри обсуждали Все все видели И вы все, как профессионалы Вы все наверняка уже тоже обратили внимание Что, что бы ни натворил Пушкарев до этого Что бы там ни было А вот действия Рукавишникова Когда он вышел из машины Вызвав подкрепление И начал применять боевой прием Физическую силу Вот этому нет Не только оправданий Но даже и просто О каких-то объяснений нормальных Потому что там ничего не было Поэтому Это я сейчас уже заканчиваю Вступительное такое слово Сейчас все будут страдать Все будут страдать за Рукавишникова И в лучшем случае для него Он будет просто уволен Я не успокоюсь, пока этого не добьюсь Кстати, Власов у нас Начальник управления ГИБДД Ушел в отставку на этой неделе Последний рабочий день В отпуск и все уже дальше на пенсию Я ему тоже говорил И всем инспекторам говорил Что я не успокоюсь, пока не добьюсь Увольнения Ухода Власова в отставку Вот добился Но я, конечно, хочу здесь Программу максимум Привлечения Антона Рукавишникова К уголовной ответственности Потому что то, что он натворил в этот раз Это уже переходит все границы Но с вами Мы сейчас, я думаю, что быстро справимся У меня все в одном экземпляре Никаких отметок не надо Но КУСПы придется выписывать Давайте тогда начнем Так, это оригинал доверенности Я для обозрения вам представлю И одну копию дам заверенную Доверенность от Пушкарева Заверенная Нотариусом Там много всего Так, спасибо И это уже вам Приобщите куда-нибудь К чему-нибудь Так Сразу объясню Почему такой шрифт Шестого размера Вот там на обороте Этого листа Есть копия протокола Который выдал Рукавишников Он абсолютно нечитаемая Нечитаемая копия Я у себя в Телеграме уже опубликовал Можете посмотреть Ну то есть Это издевательство И поэтому я вот решил Пусть будет шестой размер Чтобы тот, кто читал Погрузился в эту атмосферу Вообще, я думаю, что Начальник отдела Уже имел разговор С Рукавишниковым Ну а если нет То, наверное, поговорит А Антон же у нас Все время прячется За папу За дядю Он же сам-то Как бы не отвечает Его всегда покрывают В суде В прокуратуре Но то, что сейчас Произошло Вызвало уже Мягко говоря Недоумение Все вы получаете Копии постановления От судебных приставов Я приставам Всегда пишу заявление Именно таким шрифтом Шрифтом Размером шрифта Чтобы они погрузились В эту атмосферу Ну в данной ситуации Что я прошу А, я сообщаю О другом адресе Ну это все процессуальные документы Я их содержание Конечно сейчас раскрывать не буду Вот копия протокола Вот на обороте Копия протокола Это копия с копией Причем я сделал ее качественно Постарался Как мог Ничего не выбелено Вот такую и выдали копию Это я уж пойду вам навстречу Это два будут ходатайства Об ознакомлении с материалами дела Вот Так как дело два То и ходатайство два Так, ну Дальше я тут Здесь нужно понимать Что дело два Поэтому и каждое заявление Умножается на два Потому что пешеход И девятнадцать три Ходатайство об ознакомлении И копировании Далее ходатайство О направлении почтовой корреспонденции По определенному адресу Кстати очень полезная статья Рекомендую пользоваться Двадцать пять точка пятнадцать Коап.рф Часть четвертая То есть можно сообщить Иной адрес Для направления корреспонденции Туда и будет Направляться корреспонденция Потом сведения о том Что Пушкарев Нетрудоспособен У него травмы Он находится на лечении И у него реально есть Лист нетрудоспособности Ну и Отказ от смс-информирования Я рекомендую Никогда не сообщать телефон И уж тем более Не подписывать согласие На смс-информирование А если уж так сделали То нужно отозвать это согласие И Не получать смс-ки А в данной ситуации Николай еще и потерял телефон Вместе с сим-картой О чем я и сообщаю И соответственно Ему смс Не надо вообще направлять И помимо этого Еще отзыв Согласие Вот такие заявления Я вот Смею надеяться Что вы уже лично Рукавишникова выскажите За то, что вам сейчас приходится Это все регистрировать Писать То есть Один человек Создаст проблемы Многим Это я сейчас не про себя Это я про Рукавишникова То есть Рукавишников Создал и создаст Проблемы многим После принятия И регистрации заявления Выдают талон уведомления Еще некоторые Употребляют Слово КУСП Книга учета Сообщений О преступлениях И происшествиях Вернее Происшествиях КУСП Книга учета Сообщений О происшествиях Вот такой-то он Я самому Рукавишникову Подаю А Я сообщаю Рукавишникову О нетрудоспособности Николая Пушкарева Для того Чтобы он не мог Никакие процессуальные действия Сейчас совершать В отношении Пушкарева То есть Надо Надо уведомить Надо сообщить Сведения об этом Сотруднику полиции Чтобы он Не мог Ничего делать Это в целях защиты В общем Я объясню тактику Это я хочу Рукавишникова Нагрузить вот этой работой Пусть он разбирает Пусть он делает Что хочет То есть Ну Он же настоящий шериф Он должен поработать И к великому сожалению Придется работать И Кузьминых И вам Вот И другим И я думаю Что все вы вместе Выскажите все ему Что думаете по этому поводу Там смотрите На самом то деле Цель Не только Как бы Рукавишникова Нагрузить Цель Сейчас я Как юрист Работаю То есть Судья Насколько я знаю Материалы Вернула в полицию Так вот Сейчас Чтобы Не дать никак Никому Пушкарева Мучить Я должен же Уведомить Об обстоятельствах Я и уведомил Что он пока Нетрудоспособен Чтоб никто Близко к нему Не подходил А кто подойдет Тот уже будет Делать со мной Но для того Чтоб мне Такой статус Обрести Мне же надо Предупредить Вот я это и делаю Давайте мы Господа Будем Вот я же Откровенно Все говорю За спиной Никогда ничего Не говорю Ни у кого Давайте откровенно Рукавишников И такие как он Они Прячутся За властью За полномочиями За тем Что государство Их защищает А на моей стороне Мозги Мозги Опыт и практика Ну вот То есть У меня нет оружия У меня нет Полномочий У меня нет Защиты Той Которое Государство Дает сотруднику полиции Но зато У меня есть Мозги Которых нет На той стороне Конкретно У него Давайте представим Что я Тысячу заявлений Приготовил Понятно Что я здесь Не буду стоять У окошка И тысячу подавать Потому что Это Нереально Но я же По почте Их отправлю И дальше Их будут принимать Регистрировать Вести по ним работу Что смогут Засунуть в один куст Но скорее всего Не смогут А если Вот в Кирове Сейчас взяли моду У меня Я например Пишу отдельно На начальника ОМВД Отдельно на начальника Отдела полиции ГИБД И так далее И так далее Допустим По одному моменту Я могу изготовить Допустим Десять заявлений Они взяли моду Регистрировать Одним кустом Ну хорошо Я сейчас По каждому Такому факту Регистрации В один куст Я прокурору Пишу жалобу Сейчас прокурор Будет работать То есть Вместо десяти заявлений Которые они должны Так-то зарегистрировать Отдельно И отвечать отдельно Они получат Сто заявлений И в итоге Я думаю Что прокурор Им разъяснит Что так делать не надо Особенно Меня Что поразило В этой ситуации С Рукавишниковым Ведь он Он ведь вышел Из машины Ноги расставил Правильно Занял позицию Правильную Хотя мне Сотрудники Нормальные Говорили Что неправильно Он прием провел Но тем не менее То есть Он же подготовился Изготовился Взял его Так удобно Для себя И давай ему Руку-то загибать Ну прямо Вот Ну я не знаю У него может Психические отклонения Какие-то Потому что Один его держит Человека А Рукавишников Ему руку ломает Зачем? Я прошу прощения Отчество Забыл Андрей Андрей Владимирович Вот по вам Сразу видно Что вы человек Нормальный Адекватный Вот вы Можете не отвечать мне Я в форме монолога Скажу Между строк Да Захотите Ответите Но можете не отвечать Вот я Убежден Что вам Вот эта вся ситуация И поведение Рукавишникова Никакого удовольствия Мягко говоря Не доставляет Потому что Вы как нормальный человек Вы ждете нормального отношения И граждан по отношению к вам Потому что вы нормальный сотрудник полиции А отношение это Распространяется На всех Вы же прекрасно знаете Что в народе говорят Вы прекрасно знаете Как относится И к этому К этой ситуации И конкретно к нему Я вот сейчас Когда приехал На место записать Видео Там на углу Есть башня Так там на башне Уже надпись Понятно Что я снялся На фоне этой надписи Сейчас вся страна Ее увидит И в итоге Так и до бунта Недалеко Вот я к чему И люди Которые должны бы Там Замполиты раньше Которые должны бы Сдерживать это И немножечко Объяснить Рукавишникову Что вообще-то Ты Не можешь Вот так Беспределить Я так понимаю Что ему никто Вообще это не объясняет Ну значит Я ему должен Это объяснить Я и гражданское общество Которое за мной стоит Вот вам всем Явно ведь неприятно Вот это все Выслушивать Меня тут видеть Принимать заявления Особенно вам Вы физически Вот работаете Принимаете Все это писанину Завтра кто-то будет работать А Рукавишников Дома спит И еще похохатывает Скажет Ничего мне не будет Он уверен Серьез что ему Ничего не будет Был такой Евгений Юдников Из Вахруши Инспектор ДПС Я думаю Все вы его помните Рыжий такой Я добился Его увольнения Он в суде Солгал Я дело в суде Выиграл И разумеется Так как его Показания Оказались Сложными То он не прошел Перетестацию Это как раз Был переход Из милиции В полицию И его уволили Однажды Совершенно случайно Мы с ним встретились В Кирове В сервисе И в итоге Когда я его узнал Я то зашел Сразу говорю О Женя Привет И тут Владелец сервиса Говорит Я думаю Кто это такой Думаю Кого он мне напоминает Ты же говорит Меня оформлял Закрывай-ка парня Ворота И если бы не я Они бы там с ним Натурально расправились То есть я его Фактически спас Это я к тому Что когда Выходит человек На пенсию Его защищать То уже как бы Некому И вот я понятно У себя все комментарии Удаляю с призывами К расправе Экстремистские Все это так Но настроения Это такие Из общества Они ведь Никуда не деваются И если этот Николай Пушкарев Он в высшей степени Вменяемый человек Я с первых же слов Когда с ним встретился Понял это У него ни одного слова Мата не было И там И в разговоре со мной То есть Отличный человек В честь Служил Ранение имеет То есть ведь люди Которые У которых меньше тормозов И я не понимаю Как рукавишников Собирается Папой и дядей Прикрываться Всю жизнь что ли Как Он погоны Рано или поздно Снимет И кому он нужен будет Я никогда не забуду Выражение лица У Юдникова Когда он Понял Что сейчас С ним тут может Произойти Он на меня Посмотрел Как затравленный Зверь У него в глазах Был натуральный страх Потому что он понимал Что сейчас Все зависит от меня Если я сейчас Выйду из этого гаража То ему там Ну жив то он Наверное останется Но Будет помят Мягко говоря Я конечно Расправы допустить Не мог И остановил Там парней Не надо Не надо Не надо А если б я не был Такой великодушный И благородный Добрый ты человек Да друзья Процедура Не быстрая Но что делать Хочешь сделать хорошо Делай сам Во первых Во вторых Хочешь сделать хорошо Подай заявление Хотя Как правило Лучше заявление Подавать по почте Я эти заявления По почте Продублирую тоже Но так как я приехал В Слободской На место событий Я подумал Что для оперативности Имеет смысл В полицию Подать заявление Чтобы они здесь Уже были зарегистрированы Приняты И уже бы шли бы в работу Вот Но Как правило Лучше Подавать Все по почте Это избавит Вас от многих проблем Вот Наше с вами Взаимодействие Это Самое лучшее Доказательство Тому Что я не ищу Контент Я никого не провоцирую Вот согласитесь Мы с вами В рабочем порядке Повзаимодействовали И все Правда же Никаких скандалов Никаких проблем Ничего Это К вопросу о том Что некоторые говорят Что долгих нужны Скандалы Долгих провокатор Я думаю Что вы им возразите Я всегда Исключительно По рабочему настроен Но если Конечно Мне кто-то Хочет показать Мне в кавычках Мое место И Как-то меня Куда-то Задвинуть Ну там уже Я в рабочее состояние Конечно Быстро вхожу А вот у нас С вами сегодня Образцовое взаимодействие Харестоматийное Просто Я конечно Сожалею по-человечески Что нормальному человеку Такому как вы Пришлось Рукавишникова Вот сейчас Страдать И столько Регистрировать Ну что друзья Подали мы Много Заявлений Поясню Об одном И том же Факте Я Уведомлял Начальника Отдела полиции Рукавишникова И еще Каждого из них Об одном И том же Факте Я Уведомлял Как должностное Лицо И еще Просил Уведомить Орган В производстве Которого Находится Дело Давайте На одном Примере Поясню Например Факт Нетрудоспособности Для того Чтобы с Пушкаревым В отношении которого Возбуждено Дело об административном Правонарушении А напомню Дело 2 Пешеход 12-29 И 19-3 Невыполнение Законных требований Два дела То есть сразу Каждое событие Заявление Действие Умножаем на 2 Уже Так вот О том Что он сейчас Находится в состоянии Нетрудоспособности Я уведомил Рукавишникова Первое заявление В котором просил Рукавишникова Не просил Рукавишникова А уведомлял Рукавишникова О том Что у Пушкарева Состояние Нетрудоспособности Следующее заявление Это заявление На имя Рукавишникова Но в нем Я уже просил Вернее Уведомлял Орган То есть Настоящим Уведомляю Орган В производстве Которого Находится дело При этом Само заявление Адресовано Рукавишникову Понимаете Да Вот эту тонкую грань Ну для того Чтобы Рукавишников Поработал Потом заявления Пошли на имя Начальника Отдела полиции И там Опять же Я уведомлял Начальника А потом О том же Самом событии Уведомлял Орган В производстве Которого Находится дело Это все Может показаться Совершенно Ненужным И те Кто далек От этого Они будут Правы Это не нужно Но вот те Кто знает Как система Работает Они со мной Наверняка Согласятся Что это нужно Потому что Я таким образом Уведомил И начальника Отдела полиции И Рукавишникова Как лицо Которое ведет Производство по делу И орган В производстве Которого Может находиться Дело Об административном Правонарушении Я всех Уведомил О каждом Факте Имеющем Юридическое значение Таким образом Не сможет уже Никто сказать Например что Рукавишников не сможет Сказать Я не знал Или Начальник отдела полиции Не сможет заявить Я об этом не знал Я был не уведомлен Ну и Любой сотрудник полиции Который служит В этом органе Внутренних дел Он тоже не сможет сказать Я об этом не знал Потому что Весь орган Внутренних дел Был уведомлен Вот Так друзья Ну и понятно Помимо процессуальной цели Есть еще и цель Как бы это Помягче выразиться Чтобы заставить Их работать Потому что Вот за то что Рукавишников натворил Естественно Все должны работать И Постепенно Рукавишникову высказывать В чем он не прав Может быть тогда До него дойдет Ну а сейчас На этом тогда все Но я думаю Что мы будем сюда ездить часто Подписывайтесь На телеграм канал Там информации Будет гораздо больше И будете все знать Спасибо Спасибо